У нас на связи со студией из Израиля Михаил Финкель, эксперт по международным отношениям и международному праву. Михаил, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, до этого в эфире был наш сюжет про визит Тэнси Пелоси в Ереван. Ну, в целом, не будем рассматривать подробно ее заявление, ее настрой он был ясен и до этого. Но вот зачем, по-вашему, он был нужен именно сейчас, после вот этих провокаций вооруженных сил Армении, после определенной эскалации на Азербайджано-армянской границе? И что, по мнению армянской стороны, он должен был бы изменить? Ну, смотрите, я много раз говорил, и также на вашем канале, что в Америке отношение к Азербайджану зависит от того, какая партия власти. Демократы традиционно аффилированы с армянским лобби, и тут внутренняя повестка. В Америке много армян, они занимают большие роли в мире журналистики, политического лоббирования, бизнеса, и, в частности, шоу-бизнеса. Очень большая роль в Голливуде. Поэтому, соответственно, она исполняла роль того, что необходимо было, что нужно было демократической партии. В ноябре выборов в Конгресс отрабатывалась внутренняя повестка. Совершенно очевидно, что, как правильно было сказано до этого в вашем репортаже, это не отражает какого-то коренного изменения. С другой стороны, армяне красиво выглядят. Такая важная птица прилетела. Но повлияет ли это на что-нибудь? Конечно же, нет. Потому что ссориться с Турцией, например, страной-обладательницей самой большой и самой мощной армии в блоке НАТО, никто не будет. Поставлять оружие, которое Нэнси Фелоси якобы обещала Армении, тоже, скорее всего, никто не будет. С другой стороны, почему не подразнить Россию? Ведь как красиво на границе с Россией приехать. В Армении находятся российские военные базы. И вот так вот, просто щелчком пальцев переманить Армению, которая сразу побежала в их сторону. Причем просто за слова. Ну вот интересно, что я где-то прочитал в одном из наших телеграм-каналов, что, скорее всего, пограничный штамп в паспорт Пелоси в Ереванском аэропорту Звартнос ей поставил российский пограничник. Мы знаем, что там погранслужба России работает. Ну а с практической точки зрения, ведь действительно, было уже не раз, мы видели, как, например, Госдепартамент опровергал, дезавуировал и открещивался от каких-то заявлений, которые делали члены Сената. Ну, с практической точки зрения, вот Пелоси прилетела и улетела сегодня. Армения остается, опять же, в окружении своих соседей и тех стран, отношения с которыми для нее жизненно важны. Вот что на практике, помимо каких-то красивых слов о поддержке и о том, что мы готовы выслушать? Ну, на практике Армения начнет торговаться сейчас, потому что она видит, что Россия, которая завязала в украинском конфликте, сегодня не может ей активно и серьезно помогать так, как Армения бы хотела. В частности, не может модернизировать ее армию. А вопрос у Армении номер один, это вопрос модернизации армии. Мы видим, насколько Армения отстает от Азербайджана, который правильно делает ставку на турецкое, израильское оружие, на самые современные технологии. Поэтому будут торговаться и будут пытаться получить от Америки с помощью своего лобби какие-то поставки вооружений. Не факт, что получат, но во всяком случае будут пытаться, потому что прекрасно понимают, что от России сегодня уже ничего получить не могут. И не смогут, наверное, в ближайшие несколько лет. Ну и завершая нашу беседу, вот много говорят о возможном заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе тех принципов, которые Азербайджан представил. Это не наше ноу-хау, надо сказать, это общепринятые нормы международного права, как признание взаимной территориальной целостности и так далее, и так далее. А вот сейчас, насколько вероятным вы видите начало работы над текстом мирного договора? Я ни сейчас не вижу и никогда не видел. И всегда говорил, что несмотря на все позитивные, доброжелательные, мудрые и прагматичные предложения и президента Азербайджана, господина Алеева, и МИД Азербайджана, вы понимаете, есть такое хорошее, красивое аргентинское выражение, танго можно танцевать только вдвоем. У вас нету партнера по мирным переговорам. К сожалению, вам не повезло с соседями, ну, как и нам, наверное, с некоторыми из них не повезло. Поэтому нельзя сделать мир с тем, кто не хочет мира. Ни народ не готов к этому в Армении, к сожалению, ни оппозиция, которая все время шантажирует Пашиняна. Может быть, Пашинян сам бы и хотел, я это не исключаю. Но он совершенно ничего не может, потому что ему очень хочется подцарствовать еще. Рон сладкий, хочется остаться на том месте, на котором он есть. Оно дает свои дивиденды, как ни крутеет. Поэтому ничего не может быть. Нет, я не вижу никакой возможности. Будет вот этот вечно пролонгируемый статус-клоу конфликтный. Вот то, что есть. Михаил, большое спасибо вам за комментарий. Я вас благодарю. До свидания. Доброго, до свидания. Спасибо. Михаил Финкель, эксперт по межотношениям и международному праву, был на прямой связи с нашей студией. Продолжение следует...